Сегодня катаракта является одним из самых распространенных заболеваний глаз. Чаще всего такой диагноз ставят пожилым, но в последнее время начало расти и число молодых пациентов. В этом случае от остальных россиян челнинцы практически не отличаются, но шансов победить недуг у них стало больше. Подробности в следующем сюжете. Способы лечения катаракты постоянно совершенствуются. На помощь врачам приходят новые технологии и высокоточные аппараты. Так, например, в Челнинском медицинском центре «Конкор» появился операционный блок, где для удаления катаракты используется оборудование последнего поколения. Операция по удалению катаракты проходит от 5 до 15 минут с минимальным оперативным разрезом. Сам хрусталик удаляется, разжижается с помощью ультразвука и заменяется имплантантом. Эти имплантаты – еще одна гордость «Конкора». Здесь налажено собственное производство мягких интерокулярных линз. В Поволжье нет ничего подобного. Да и в целом в стране имеется лишь еще одна компания, которая выпускает подобные искусственные хрусталики для таких операций. После этого, в принципе, не требуется длительной реабилитации. Мы непосредственно после операции уже отпускаем пациента домой. Хочется отметить то, что наша компания социально ориентирована, и мы предоставляем рассрочку на операцию по катаракте до 3 месяцев за счет сробственных средств, не привлекая банки. Конечно, перед самой операцией требуется определенная подготовка, и с этим в «Конкоре» также готовы помочь. Мы постарались простить эту задачу для нашего клиента непосредственно здесь, в нашей клинике. С 7 часов утра в любой день могут сдать анализы, любые виды анализа в течение дня, они будут готовы. А сюда я пришла по совету. Сказали, что в «Конкоре» хорошо обращают, и все делают. Я при этом пришла. Когда-то ради излечения катаракты челненцы ездили чуть ли не за границу, а сейчас наоборот. Все больше иногородних пациентов обращаются в «Конкор». Но здесь, уверяют, внимания и квалифицированной помощи у них хватит на всех. Елена Агапова, Дмитрий Кравченко, РНТВ, Набережные Челны.